Девушки отдыхают Да чё ты бесишься? Бешусь? Какого микрофона так высоко? Мне что, на стул вставать, чтобы его настраивать? Нечего выпендриваться тут. Но он должен быть высоко. Я не могу сидеть за пианино, потому что кажусь сгорбленным и грустным. Будто из комиксов Пинутс. Привет, Чарли Браун, я... Ой, как хреново быть таким высоким, да? Пойдём, может, в баскетбол сыграем, чтобы я ни одного очка не заработал? Да я ноль в баскетболе. Тебя вот никто не спрашивает, стреляли ли тобой из пушки. Эй, малыш, бывал пушечным ядром? Катаешься на пони, работаешь у санта, игрушки? У меня ноги со стульев свисают. А у меня в эконом-классе всегда ноги затекают. А я на концерт не могу пойти, сцену не вижу. Я тоже не могу, потому что все орут. Эй, подвинься, козлина здоровая! В итоге стою в самом конце. Женщины наклоняются, чтобы меня поцеловать. А мне их поднимать приходится. Знаешь, а может быть мы не такие уж и разные, малыш-звуковик? Да. Ты прав, здоровяк-пианист. Закончим саундчек вместе. Да. Хорошая мысль. Согласен. Пиццу заказывали? Да, угадаю. Средняя? Да. Идеальный размер. Козел. Оуэн Бенджамин. Огромный пианист. Озвучен с любовью Александр Шуваев. Дамы и господа, Оуэн Бенджамин! Спасибо вам. Спасибо большое. Отлично. Спасибо. Супер. Ладно, спасибо, народ. Спасибо, что пришли. Погнали. Погнали. Я стараюсь стать зрелой личностью. Такова моя цель в этом году, пытаюсь повзрослеть. И это непросто. Я лажаю в деталях, в мелочах, например, с наполнением формы для льда. Пришлось усвоить, что если хочешь льда, нужно готовить заранее. Люди постоянно указывают на нюансы, которых я не замечаю. Друзья сказали мне, бро, тебе нужен полотенцесушитель. Я такой, зачем? Чтобы сушить полотенце. Так это полотенца должны делать сухими меня. Не стану полагаться на полотенце, которое даже себя высушить не может. Но это бред, я понимаю, что это бред. Поэтому я говорю, ладно, куплю полотенцесушитель. И, видимо, не быть мне зрелым. Ведь я взрослый, но мое любимое развлечение это зайти в Старбакс и заказать что-нибудь. Типа, мне большой кофе. И на вопрос, как вас зовут, ответить... Пенис. Улыбаться нельзя. Я улыбнулся, потому что вы смеетесь. Но если улыбнуться там, то приключение закончится. Когда вы скажете, Пенис, и сотрудник такой, ну серьезно, как вас зовут? Нужно выглядеть серьезно. Посмотрите на него так, будто бахнули Адеролла. Понимаете? Типа, меня зовут Пенис. И если вы продержитесь достаточно долго, он спросит, как это пишется, Пенис? Тут можно чуть-чуть улыбнуться и сказать. Вы знаете, как это пишется. Этой улыбкой вы говорите, ты же понимаешь, что происходит, но ты уже в ловушке. Пути назад нет. Пиши это на стакане. И он напишет, почему? Потому что люди перекладывают свои проблемы на других. Это в нашей природе. Он просто напишет это, и кошмар окончен. А вот следующему придется произнести это вслух. Приходится подождать, им до моего еще много стаканов надо выдать. Нет, ничего слаще предвкушения. Стоишь такой. Ведь этот чувак доволен собой. Тот, что выкрикивает имена. Да? Такой, так, у меня тут макеата для Тины. Где у нас Тина? И Тина такая, ой, моя очередь. Да, вот ваш кофе, наслаждайтесь его охеренностью. Так, что у нас тут дальше? Имбирный латте для Бритни. Где Бритни? И Бритни такая, о боже. А он ей, да, пей его и думай обо мне. Итак, кто же следующий? У меня тут большой кофе для... Тут-то я и подхожу к нему вплотную. Давай же. Скажи мое имя. Поначалу он молчит. И я провожу ему по щеке тыльной стороной ладони. Вот так. Нежно. Почему тыльной стороной? Потому что это такая магическая часть тела. Если провести мужику по лицу тыльной стороной ладони, он всегда замирает. Я так тысячу раз делал. Если использовать тыльную часть, они всегда замирают. Это как погладить животик акуле. Если использовать ладонь, он наверняка возмутится, типа, мужик, ты что творишь? Но тыльная сторона ладони сбивает их с толку. Пока они такие, почему тыльный? А вот все уже и случилось. Ой, слушай, это даже приятно. Ну, скажи, а? И я говорю что-то типа, скажи, скажи мое имя. Давай, сунь голову в львиную пасть. Давай. И он сделает это. Он скажет. Скажет мое имя. Почему я все это делаю? Я не козел и не хочу испортить кому-то настроение. Я делаю это, чтобы напомнить себе, что жизнь прекрасная штука. И у нас, как у вида, есть будущее, понимаете? Потому что от современных новостей мне грустно. Я считаю общество слишком разобщено, и это сводит меня с ума. А потом я иду в Старбакс и делаю все это, чтобы напомнить себе, что различий не существует. Когда он называет мое имя, нас ничто не разделяет. Рас, религия, количество денег, возраст, ничто. Все эти вещи рассыпаются, как карточный домик. Когда он кричит «Пенис!», все мужики вокруг счастливы. Кем бы они ни были. С женщинами 50 на 50. Половина считает, что это смешно, половина, что мы идиоты. Мужики не хохочут, они просто такие «Ха-ха, кто-то сказал это слово, что?». И кем бы мы ни были, все смотрят друг на друга, как братья. Он сказал «Пенис!». Враги обнимаются, незнакомцы дают друг другу пять. Мужчина подходит ко мне и просит «Научишь этому моего сына?». Я отвечаю «Конечно, научу, приятель. Просто запомни, не оплачивай картой, чтобы они не узнали, что имя не настоящее». Я так один раз лоханулся. Меня зовут Пенис, плачу картой. И кассир такой «Не, а тут написано Оуэн. Ты меня поймала, кофейня». Спасибо. Думаю, я вытворяю подобное из-за того, как и где меня растили. Я родом из маленького северо-восточного городка, что у озера Онтарио на границе с Канадой. 11 тысяч населения. Называется Освега, штат Нью-Йорк. О, вы слышали о Освеге? Вы из Нью-Йорка? Довольно большой штат. Вы из самого города или... Что? 30 минуток от Манхэттена. Полчаса от Манхэттена, и вы уже считаете себя северянкой. Типа, из нашего окна едва видно Empire State Building, мы так далеко живем. Мне бы до дома шесть часов ехать на север. Шесть! И у нас есть явление под названием «Снежный эффект озера». В общем, есть озеро. При этом снег не идет. Снег нет. Дело не в погоде. Просто вода из озера делает вот так. Становится снегом и падает на нас. По идее, снега быть не должно, но вода в него превращается, и в итоге мы ходим по сугробам. Да. А какие у нас акции на выпивку, вы не поверите. У нас есть бары, в которых можно выпить за 25 центов. Все по 25. Идешь куда-то в среду вечером, и тебе говорят «Пиво стоит 25 центов». И ты такой «Отлично, у меня 25 баксов, давайте 100 кружек». Как ты учишься насинячиваться. А еще самое интересное, у нас три атомные электростанции. Три! Если что, это рискованное сочетание. Суровые зимы, избыток алкоголя и уран. Не похоже, что это хорошо закончится. Ты понимаешь, что живешь в опасном регионе, когда с тебя не взимают школьный налог. Но это факт. Я не осознавал все сумасшествие ситуации, пока не повзрослело. Это же прям красный флаг. Люди такие «Кому нам платить налог?» А государство им. Об этом не беспокойтесь. «Как так?» «Как так?» «Видите те три атомные электростанции?» «Читали голодные игры, вы в Дистрикте 12». Да, вырабатываете электричество для столицы. Но я люблю свой город. Люблю. Он замечательный. Ни на что бы его не променял. Одну из достоинств сурового климата — он укрепляет семьи. У нас не так много разводов. Однажды я спросил у матери «Мам, как у вас получилось оставаться вместе 45 лет?» «Мои родители в браке 45 лет и...» «Спасибо. Я тут ни при чем. Ну то, что вы похлопали. Они посмотрят это дома и подумают... «Это они нам, не ему». В общем, да. 45 лет. Однажды я спросил маму, в чем секрет? Что держит вас вместе так долго? Она посмотрела на меня и говорит... «Ну, я сама подъездную дорожку не расчищу». И она не шутила. Говорила абсолютно серьезно. Отец такой, да, я ей нужен, мы счастливы, все хорошо, все у нас хорошо. В провинции ты учишься воспринимать шутки. Это другая особенность. Особенно парни касаются. Парни постоянно стебут друг друга. Так они показывают любовь и дружбу. Нагонишь на кого-нибудь и чувствуешь себя прекрасно. К первому дню в детском саду одежду мне шила мама. Она сшила мне вельветовые штаны. На одном кармане она вышла «Привет», а на другом «Пока». Богом клянусь, штаны «Привет, пока». И она у меня такая милая, говорит, чтобы с кем-то подружиться, посмотри на один карман и скажи «Привет», а когда захочешь уйти, посмотри на второй, скажи «Пока». А я был очень крупным, с толстенной жопой. Так что штаны сидели тесно. Я носил... Вельвет в обтяжку. На толстенной заднице. В общем, мои штаны «Привет, пока». В тот день обоссали. Нет, не расстраивайтесь, все нормально. Я с тем парнем до сих пор дружу. Мне придумывали прозвище, типа «О, фанат вельвета, фанат вельвета». Я такой «Ну да, я фанат вельвета». А потом я понял, как обстоят дела. Люди смеются над всем, что отличает тебя от других. Типа «О, чувак с длинным мизинцем, эй, мизинчиковый», понимаете? Даже если ничем не отличаться от большинства, смеяться будут над этим. Типа «О, среднестатистический Энди! Гляньте на Скучэнди, Скучэнди Пустышкин!» Посмотрите, такой обычный. И Скучэнди такой «Как вы меня заметили? Я думал, я смешался с толпой». И я с ними все еще дружу. Некоторые из них со мной приехали. Переехав в Лос-Анджелес, я кое-что обнаружил. Он отличается от других мест. Переехав сюда, я никак не мог завести друзей. Понимаете, я раньше не встречал хипстеров. Я не знал, как надо с ними разговаривать, не понимал, кто они вообще такие. Знакомство с хипстерами меня озадачило. Но потом я понял, кто они. Они как домашние коты. И я не пытаюсь быть грубым. Я не пытаюсь быть грубым, это просто факты. Когти у них подрезаны. Поэтому они просто смотрят на тебя. Домашние коты. И они такие нежные. А я-то их стебал, думая, что так и надо заводить друзей. Богом клянусь, я никого не хотел обидеть. Посмотрите на того парня, гляньте на него джинсы. Да у него же яйца выпирают, у нас тут фанат яйцерезки. Глядите, фанат яйцерезки. И тот парень такой... Как можно такое говорить? И я такой... Что? В смысле? И его приятели вступаются. Он не фанат яйцерезки, его зовут Эрик, ясно? Он фотограф. Я объясняю, мне нравятся его штаны, я не хотел вас обидеть. Просто... Классные штаны и яйца что надо, их в этих штанах полностью видно. Не могу остановиться, когда люди показывают, что уязвимы, что шутка их задела, ты заводишься еще сильнее. Он такой, эти штаны стоят 300 баксов, ясно? Я говорю, с такими бабками мог бы купить ткани побольше, чем на женскую эсочку. Он такой, прекрати, понял, а я ему... Стальные у тебя яйца, так разговаривать. Не могу не отдать им должное, ведь эти джинсы их так облегают. И тут они просто уходят, а мне... Становятся одинок, и я думал, что же со мной не так? А потом понял, я в их мире, и они неплохие, просто другие. Они не толстокожие, потому что им это не нужно, тут не бывает зим. Я люблю Лос-Анджелес и не собираюсь уезжать. Поэтому и спешл здесь снимаю, я люблю LA, аплодисменты! В какой-то момент ты осознаешь, что попал в Нарнию. Людям здесь нет нужды быть суровыми, тут Уолл Фудс через каждые три квартала. Повсюду авокадо и секс втроем. Просто в большинстве городов жизнь это превозмогание. Там превозмогают жизнь, а здесь ей наслаждаются. Здесь все такие праздные, сидят в Инстаграме, носят узкие джинсы. И я подумал, круто, я с вами. Я понял, что мне это больше по душе, чем... Приезжать домой и слышать, эй, фанат Вельвета, и отвечать, бро, нам по 30 лет, хватит. Я понял, что мудаки существуют по одной простой причине, и им за это ничего не будет. Можно быть мудаком совершенно безнаказанно. Думаю, пора ввести пару законов, чтобы избавиться от мудаков. Если вы открыли человеку дверь, и он не сказал спасибо, вы должны иметь право дать ему по шее. У действий должны быть последствия, так? Иногда держишь дверь, а человек воспринимает это как должно. Я не имею в виду случаи, когда я придерживаю дверь за собой. Я о том, когда я остановился и открыл, а человек молча прошел. Я такой, сукин ты сын. Тут ты и хочешь им по шее врезать. А если они скажут, ай, больно, ответить моей душе тоже было больно. Я иногда неадекватно реагирую на доброту, слишком она мне нравится. Обожаю, когда люди добры к незнакомцам. Один раз открыл парню дверь, и он проходит и говорит, спасибо, мужик, я возьми и ляпни тебе, спасибо. Он посмотрел на меня, типа, мне еще раз сказать спасибо? Что происходит? Мне стало так неловко, что я на полном серьезе сказал воистину и ушел. Не знал, что делать, просто сказал воистину. Родители у меня славные, оба преподают в колледже. Не знаю, встречали ли вы профессоров, но они очень образованные. У них докторские степени, они очень долго и упорно учились. Одни из умнейших людей в моей жизни, а получают они столько же, сколько кассир в Волмарт. Странная ирония, но им все равно это в профессорах самое забавное. Они так умны, что не парятся. Вот моя мама, приведу пример. Она такая умная, что не парится, 185 рост, носят фиолетовые треники, ей насрать. Иногда я звоню ей в панике. Типа, мам, ты смотрела новости? Там война, мир сошел с ума. И она такая, заведи свой сад, он всегда будет с тобой. И на вопрос, что, выдает, посади растения и гордись им. И она права, все проблемы исчезают, когда ты пропалываешь ревень и копаешься в земле. Иногда я звоню в депрессии. Мам, у меня депрессия, не понимаю, куда движется моя жизнь. Она, ты пьешь воду? Я говорю... Нет. Она мне. У тебя просто обезвоживание. Ну, что ты говоришь? Ты не понимаешь. Она такая, нет, Оуэн, это ты не понимаешь. Надо выпивать минимум 4 литра воды в день. Попробуй и перезвони через несколько дней. И я начинаю глушить воду. А потом звоню ей такой, мам, мир прекрасен! Я только что писал, было похоже на трехминутный мини-оргазм. Вот это да! Она, скажи, круто, да? Мама навещает меня в Лэй, ей тоже здесь нравится. А еще ей нравятся натуральные продукты. Так радует всегда. И вот мы идем в Таргет, потому что мне надо купить что-то взрослое. Типа салфеток для ткани. Ведь полотенцем мало сушилки. Запросу этих полотенец выше некуда. И вот мне надо что-то купить. И она подходит к случайному сотруднику и говорит, здравствуйте! Парень озадаченно смотрит и отвечает, здравствуйте! Ведь он не привык, что с ним здороваются. Ведь он не привык, что с ним здороваются. Обычно спрашивают, где что лежит, а она просто начинает говорить, такова уж она, дружелюбная. У моего сына Оуэна перегорели лампочки. И нет, чтобы купить новый, он просто переставляет одну туда-сюда. Она думает, что парень посмеется вместе с ней, а он молчит, просто смотрит на нее. Не злой, просто в замешательстве, типа, женщина, что вам нужно? Новая лампочка, новая лампа, новый сын, не понимаю, чего вы хотите. В итоге он говорит, стойка номер восемь и уходит. Но мама не пробиваема, она всегда счастлива. Поэтому говорит, какой милый юноша. Я такой, нет, мам, я сейчас дам ему по шее. Стой здесь, сейчас вернусь, у него есть последствия. Он должен был посмеяться над твоей шуткой. Отец тоже забавный, преподает ораторское искусство, занимается риторикой, поет оперу, купил кучу разноцветных халатов. Ребенком он заикался, еле говорил и всегда очень нервничал. Это как в истории про Бэтмена. Бэтмен боялся летучих мышей и стал одной из них. Мой отец так боялся разговаривать, что стал самым ярым экстравертом на свете. До нелепости. Он эпатажный. Очень яркий мужчина. В детстве я этого не осознавал. Мы приходили в Уолмарт или типа того, и он мог вдруг запеть. Я маленький чайник, круглый и низкий. Вот моя ручка, а где же вторая? О боже, я сахарница. И люди смеялись. Говорили, Джон, ты невыносима. Он такой, а я думаю, почему в меня чай не наливают? А я еще ребенок. Я говорю, перестань, пап, мне стыдно. Хватит, пожалуйста. А он такой, тебе стыдно? Ха! И обуздать его невозможно. Поэтому я научился с этим мириться. А потом понял, почему он это делает, чтобы растопить лед. Это мощное оружие, показать, что ты радуешься жизни. Это растапливает лед. Мы как-то раз пошли в ГАИ. Самое депрессивное место на свете. Это как Мордор, только страх и ужас. И пассивная агрессия на максималках. И мой отец вместо «извините» сказал «эскюзи муа». А я просто наблюдал за реакцией. Он говорит «эскюзи муа, если бы я был очередью за правами, где бы я был?» И на лице сотрудницы медленно проступает радость. Губы растягиваются в улыбке. И она такая «Джон, ты невыносим, можешь пройти без очереди». И он такой «Оу, просто прошел без очереди». И тут до меня дошло, то есть ты прошел без очереди благодаря «эскюзи муа». А, гениально. И люди с него в восторге. Именно он впервые показал мне, что различий между людьми не существует. Как-то раз зимой мы пошли в магазин Берн Дейри. Была чудовищная пурга, и мы пошли купить молока. Старушки в магазине обсуждали погоду. Типа «Вот это сегодня заметает». Одна из них говорит, «Джон, слышал, сегодня 20 сантиметров обещали». А отец ей, «Нет, Дорис, тебе не светит». И их просто разорвало от смеха. А тем женщинам по 80 лет. Я тогда подумал, я ничего не понял, ведь мне всего пять. Но когда-нибудь я проверну подобное в Старбакс. Спасибо. Спасибо. У меня есть брат, потрясающий, здоровый. Маскулинность так и прет. Двухметровый суровый дровосек. Сейчас он учитель, у него есть жена и дети. И он постоянно звонит мне с идеями. Он говорит смешные вещи, но не всегда это понимает. Он-то настроен серьезно. Как-то раз он позвонил мне. Он один из умнейших людей на свете, но видит мир под каким-то своим углом. Звонит такой, «Брат». А я ему, «Привет, брат». Мы называем друг друга «Брат». Даже его дети стали называть меня «Дядя-брат». «Привет, дядя-брат». «Да вы же даже не знаете, как меня зовут. Вы реально не знаете мое имя». Он меня ни разу в жизни Оуэном не назвал. Постоянно «Брат-брат-брат». Но мне это нравится. От этого как-то тепло на душе. В общем, он звонит, «Брат, Мэри опять беременна». Я такой, «Поздравляю». Просто он всегда так напряжен, что непонятно, рад он или нет. Он даже «я кончил», говорит таким тоном. Непонятно, когда он... Это так дико. Я это сказал только потому, что не смог вспомнить пример. Прикинул, где предел человеческого счастья. В общем, это не было запланировано. Я просто подумал, нужен пример, в чем счастье. «Ой, это прозвучало дико, ведь речь о моем брате». В общем, он звонит и говорит, «Брат, у нее живот растет». Я такой, «Ну да, при беременности так обычно и бывает». А он, незнакомцы, постоянно подходят поздравить ее и при этом гладят ей живот. Говорят, «Поздравляем, вам скоро рожать». Она отвечает им, и они просто уходят. А я стою там, как будто ни при чем, брат. Я спросил его, «Ты завидуешь?» А он, «Да». «Мои-то яйца никто не натирает». И он не шутил, понимаете, это не шутка. Я спрашиваю, «В смысле?» «Брат, ее живот все гладят, а мои яйца нет». Я такой, «Ну, она же из вас двоих беременна, брат, у тебя нет детей, тебе не понять». Беременна не она, а мы. Мы беременны. Мы команда. Теперь все для нас. Нам нужно продать пикап и купить мини-вэн. Команда, понимаешь? Но когда приходит время поздравлений, ее гладят, а меня нет. Хочу, чтобы мне гладили яйца. И отвечаю, «Брат, не думай, что ей не захочется, чтобы люди гладили твои яйца». А он, «Брат, думаешь, я об этом не размышлял?» Глянь на НФЛ, Пейтона Мэннинга хвалят, и что он отвечает, «Я не добился бы этого без моей команды». Когда кто-то гладит ей живот, она должна потрогать мои яйца. Поздравляю! Когда вам рожать? Через пару месяцев, но я не добилась бы этого без этих двух молодцов. Да, вот они, без этих яиц не было бы жизни внутри меня. На 14-й день он все так же давал жару, хоть и объялся пирогов. Я уже с ума схожу, брат, у меня молокоотсосы в холодильнике. Я прокручиваю все это в голове снова и снова. Я свихнусь, если кто-нибудь не погладит мои яйца. И я говорю, «Брат, не вздумай уйти из семьи». Уйти из семьи? Мэри сама подъездную дорожку не расчистит. Спасибо. И вот я задумался. Таков уж мой брат. Всегда заставляет задуматься о вещах, до которых я сам бы не допер. Я называю его тренером воображения, ведь он не шутит, просто выдает что-то, и я такой, «Воу». И я задумываюсь, почему женщин гладят, поздравляя, а мужчин нет. Должна же быть причина. И я понял, женщины более ценны. Сейчас объясню. Я не люблю субъективных вещей, я люблю цифры, потому что с ними все четко и ясно. Знаете, сколько денег женщина может получить за все свои яйцеклетки? Два миллиарда долларов. Это рыночная цена. Два миллиарда долларов. А знаете, сколько стоит содержимое яиц мужика? 75 баксов. Это факт. И знаете, почему женщины рождаются с пожизненным запасом яйцеклеток и хранят их в себе? Как Дебирс свои бриллианты. Оставляют их в хранилище, чтобы цена росла. И вот одна из них выходит, и доступна всего пару дней. Понимаете, ценность. Жизнь. Мужики не наводняют рынок спермой. Мы не понимаем базовый закон спроса и предложения. Мы такие, хотите спермой? А нам отвечают, да ее везде полно. Это девальвированная валюта. Вот почему, когда у девушек начинаются месячные, они впадают в депрессию, они только что потеряли шесть косарей. Каждый месяц у них из-под носа уходит средненькая кия, и это не остановить. Будьте с ними учтивее. В мире полно сексизма. Полно. Женщины подвергаются ему чаще, но сексизм по отношению к мужчинам тоже существует. Вы просто не слышите о нем, потому что нам плевать. Мы просто довольны жизнью. Приведу пример. Женщинам позволительно говорить глубже во время секса. Задумывались когда-нибудь об этом по-настоящему? Вот вы занимаетесь сексом, и девушка такая глубже. Вот так? Вот так? Глубже? Как? Вот под таким углом, может быть? Так глубже, кажется? Может мне такое лицо сделать? Да, вот так хорошо? Глубже? Хорошо, да! Девушки, вы думаете, мы не додаем? Сам факт, что вы говорите глубже, подразумевает, что вы считаете, что парень думает, «Не-а, последнего сантиметра тебе не видать». Нет, он только для меня. Типа, глубже? Да. Тебе нужно еще пару занятий, чтобы плавать на глубокой стороне. Но продолжай умолять. Глубже? Не сегодня. Умоляй дальше. Женщины, выходь, понимаете, как это оскорбительно? Это как сказать «будь чернее». Хочу чернее, детка, стань черным, стань черным! Я не могу! Мы входим так глубоко, как можем, с первого до последнего толчка. Хочу, чтобы это написали на моем надгробии. Он каждый раз входил так глубоко, как мог. Девушки, вот вам бы понравилось, если бы парень сказал «туже». Судя по вашей реакции, не особо. Представьте, парень вам «туже», детка, попробуй «по другим углом», «туже», «не». Но все в порядке, мы довольны жизнью. Хотите, я сыграю что-нибудь. Когда мне становится грустно, я иду бродить по Икеа и наблюдать, как парочки ссорятся по пустякам. Мне нравится это одеяло. А мне другое. Почему ты так все контролируешь? Контролирую. Имеешь в виду наши деньги? Я не хочу, чтобы ты все растратил. Что-то траты тебя не напрягали, когда ты со шлюхами в Вегас ездил. Ты с ней спал? Спал? Я сижу там, ем шведские фрикадельки и такой, ну так что, спал? Что ты делал в Вегасе? Что там было? Это очень красивая мелодия. Называется «Канон в ре-мажоре». Она является хитом вот уже 300 лет. Это долго. Она была написана в 17 веке и теперь ассоциируется со свадьбами. Женщинам она нравится, потому что свадьбы ассоциируются со стабильностью ресурсов, любви, семьи, понимаете? Мне всегда казалось странным, что женщин критикуют за меркантильность. Никогда этого не понимал. Мои приятели говорили что-то типа, «Бро, она ушла от меня к доктору, меркантильная сучка». И я ему, «И правильно сделала». И он такой, «Что?» А я говорю, «Инстинкты подсказывают ей, что если у вас родится ребенок, он не выживет. Ты себя-то обеспечить не можешь, ни то что ребенка». Тут и думать не надо. Не обязательно иметь кучу денег, не нужно быть богачом, просто купи полотенцесушитель, не забивай на это. Надень штаны на улице среда. Но вот в чем неоднозначность. Женщины покупают много ненужных вещей, и вот почему. Ими манипулируют через их же потаенные желания, через семью, поддержку, любовь, вот это все. Эта мелодия играет на фоне в куче реклам. Вы сами заметите, когда женщинам хотят продать что-то ненужное, включается... На это Рождество. Подарите ей то, о чем она мечтала целый год. И женщины такие, «О чем же я мечтала?» Начинается все красиво, типа, «Покажите, что важнее нее ничего нет. Что ваша любовь к ней не угасла с первого дня. Покажите это нашим кулончикам с двумя сердцами». Два сердца, асимметрично сплавленных друг с другом. Похожи на открытую змеиную пасть. Цена — пять тысяч долларов. Но она того стоит. Не так ли? На это Рождество подарите ей Лексус. С большим красным бантом, чтобы соседи вас ненавидели. Знаете, Лексус — то же самое, что Тойота. Одна и та же машина. Она производится на одном заводе, но в Лексусе есть камера заднего вида, которая вам не нужна, потому что вы умеете пользоваться зеркалом. Стоит на 20 тысяч долларов больше. Купите ей Лексус, ведь она того стоит. Разве нет? Разве нет? А с бриллиантами это всегда кнут или карат. Знаете, либо прекрасно, возвышенно, либо пугающе. Помните рекламу The Beers? Типа, ты умрешь, ты умрешь. Ты умрешь, все смертные. Потому что рекламщики хотят внушить вам кое-что. Там же одни тени. Всю десятилетнюю рекламную кампанию. Сплошные тени. Они танцуют, у них появляются дети, они стареют, но они все еще тени. Единственное, что вы видите, четко это бриллиант, так? И вот люди в ужасе. Я умру, а и мне бриллиант бессмертен. Запугивают вас до усрачки. К Рождеству тоже жуткую музыку придумали, типа... Санто знает обо всем, что ты натворил. Санто следит за тобой, следит за тобой. Пока ты спишь, ты умрешь, ты умрешь. Умрешь. Жесть. Если я когда-нибудь разбогатею, пущу деньги на веселье. Открою рядом с магазином лучшие покупки, абсолютно идентичный магазин, и назову его, ну ничего так, покупки. Пофиг, если бизнес разорится, мне насрать, я же буду богат, просто буду стоять и наблюдать, ценит ли кто-нибудь искренность. И рекламу начну снимать только, чтобы узнать, может ли эта песня продать что угодно. Я бы оплатил рекламу на телевидении. Текст такой, на это Рождество. Подарите ей то, о чем она мечтала весь год, жидкость для мытья посуды. Отправьте сучку обратно на кухню, где ей место. Она знает, что ее место именно там. А в ноябре, когда она пойдет на выборы, спросите себя, почему у нее есть право голоса. Не так давно женщины не могли голосовать. А потом был референдум о предоставлении права голоса, в котором они не имели права голоса. И как мы проиграли этот референдум? На это Рождество подарите ей то, о чем она умаляет вас с момента вашей встречи. Тот самый последний сантиметр члена. Когда она скажет глубже, переверните ее, посмотрите прямо в глаза и скажите, «Думал, ты никогда не попросишь». А еще сделайте это в Лексите. Спасибо. Ладно, следующая песня называется «Любые отношения с точки зрения мужчины». «Почему ты злишься? Что я сделал? Почему ты со мной не разговариваешь? Мы же только проснулись. Не могу понять, что я сделал. Тебе что, опять приснился кошмар обо мне? Во сне я тебе изменял? И теперь ты злишься в реальности. Угадай, что? В моем сне за мной гнался клоун. Но я не злюсь на клоунах. Потому что понимаю, что это всего лишь сон. Будешь дальше злиться, значит, ты сумасшедшая». Сейчас только попью. Нельзя обезвоживаться. Вот вам еще песня. «Если меня приговорят к казни на последний ужин, я съем полкило кукурузных зерен, чтобы умирать на электрическом стуле было уморительно». «Помирать так с шуткой, согласны? Хочу вытатуировать у себя на жопе, я никогда не умру, чтобы патологоанатом сделал «Ха-ха». И все, достаточно одного смешка. Ладно, вот еще одна. «Я расист только за рулем». Даже не притворяйтесь, что это не так. Все так делали. «Вот гад, подрезал! Слышь, Муди...» «Все ясно, езжай, мужик, езжай!» «А вот еще». «Какие же садисты поставили букву «Ша» в слове «шепелявить»?» «Задумывались об этом?» «Какой же мудак поставил букву «Ша» в «шепелявить»?» приходится говорить «У меня сепелявость». «Что?» «У меня... сепелявость». «Сепелявость? Что это?» «Да сепелявость у меня!» «Люди даже не могут сказать, что у них такое». «Когда я учился... в школе... я всегда смеялся, когда в класс закатывали старый телек и показывали повышающую нравственность ролики». «Для всей школы или отдельно в классе». В них тоже всегда была одна музыка, что-то типа... «Привет, детишки!» «Я Бельчонок Брэндон. Не устраивайте пожары в лесу». «И все!» «Посыл такой! Не устраивайте пожары в лесу!» «Всегда было интересно, для кого они это снимали!» «Ребенок что должен был подумать?» Я хотел устроить пожар в лесу, но после ролика не буду Спасибо, Брэндон Но самое худшее про наркотики, Дэйр, был самой пустой тратой денег на свете Помните? Потому что в них не было искренности Будьте честными, а они говорили Дети, если вы хоть раз покурите марихуану, то станете бездомными и убьете своих родителей А потом... умрете сами Я сказал, а мои родители говорят, что для детей опасна не марихуана, а сироп с кучей фруктозы, который продается у вас в кафетерии Вы источник проблемы Вы заставляете нас его есть Ты плохой ребенок, плохой ребенок Родители говорили мне, что нет плохих людей, есть плохие поступки И я не должен слушать тех, кто говорит, будто знает, что хорошо, а что плохо, потому что это нарциссизм, происходящий из неуверенности в себе А не мне Твоему отцу должно быть стыдно, а я говорю Да он просто скажет, что ему стыдно, и его не победить Его нельзя переспорить, потому что он скажет что-нибудь нелепое, а вам будет нечем крыть Вот и все Он гений Вон из школы Мои родители говорят, что сюда вообще ходить не обязательно, мне просто нравятся друзья, смеющиеся над моей толстой жопой Потому что так я чувствую себя чуть лучше Хочу... хочу сделать ролики для детей Чтобы рассказать, почему на самом деле они не должны употреблять, показать реальность Я бы сказал Привет, дети, не употребляйте кокаин и МДМА Потому что под ними вы станете болтливыми и надоедливыми Будете на вечеринке трогать чужие лица И всех раздражать Если для раскрепощения вам нужен кокаин, так Бог говорит вам, не болтай лишнего Это правда, вы не умрете, просто станете такими Есть потрясная идея для реалити-шоу В нем будем мы, и все Остальные скажут, уходи отсюда, выметайся, иди отсюда нахрен Просто будем говорить, но на камеру Ты всех бесишь Так, а вот и следующее Немного старомодное Почему девушки, складывающие губы уткой, злятся, когда я бросаю им хлеб Когда я умру Кто-нибудь Пожалуйста Кто угодно Удалите мою историю браузера Мне стыдно за идиотскую херню Как-то раз я целый час гуглил ухмыляющихся рыб Хотел посмотреть на рыбу, которая будто знает что-то, чего не знаю я Не хочу, чтобы кто-то об этом узнал Ой Теперь все знают Ну ладно, неважно Не знаю, заметили ли вы, но иногда, играя на пианино, я двигаю бедрами Почему я это делаю? Хочу показать другим пианистам, что этого не надо стыдиться Пианистам нельзя двигать бедрами Всем остальным музыкантам можно Вот гитара, все гитаристы играют так Помните Guns N' Roses? Ну это считается нормальным Они это делают Орфисты тоже двигают бедрами Даже группы Солисты которых не отождествляют с сексом Инди-группы, типа Radiohead Я видел их концерт, и даже этот чувак двигает бедрами Он такой Вот оно, видали? Он это сделал Пианисты таким не занимаются Нам нельзя Вы не увидите такого Как же это весело Почему это так круто? Да, да, достиг кульминации В детстве я многое узнал о женщинах Думаю, между нулем и шестью я изучил Они больше, чем за всю остальную жизнь Я до сих пор не... Все, потому что моя мать состояла в Лаличи Лиге Она была их лидером, одной из глав Лаличи Лиги По сути, эта организация занимается кормящими матерями, у которых возникают проблемы Раньше не было интернета, к кормлению грудью относились странно Зато была продукция Гербер Вот вашим деткам приторный сироп Когда мама начала кормить брата, а потом и меня Ей понадобилось обсудить с кем-то соски и все такое Она не понимала, что к чему К ней стали приходить другие матери Каждое воскресенье, 20, 30, 40 матерей Оголяли соски и обсуждали проблемы Сидели такие И я слушал их Но они об этом не подозревали И я подслушивал со второго этажа И я часами выслушивал их размышления Демография была широкая 16-летние, 40-летние Все, владелицы бизнеса, разведенные женщины в отношениях Не важно, они все собрались вместе Поддержка — это пенис для женщин Мужчинам порой нужно, чтобы кто-то сказал слово «пенис» А женщинам нужны группы, в которых можно пообсуждать всякое дерьмо Я ни разу не слышал, чтобы они были такими искренними, как тогда, когда не знали, что маленький гаденыш их подслушивает Я долго слушал об их чувствах, об их страхах и желаниях И вот написал песню, чтобы доложить, что я обнаружил Называется «Как любить женщину» Одевайся хорошо, но так, будто и не старался Слушай, как женщина, но веди себя, как мужчина Зарабатывай много, но не имей свободное время Хвали ее прическу и тухли, но не как гей Чтобы любить женщину Стать ее опорой и надеждой Чтобы по-настоящему любить женщину Надо быть двумя разными людьми одновременно Не приставай к ней, но все же покажи, что она нужна тебе Будь уверен в себе, но не смотри свысока Она главная, но решение принимаешь ты Целуй ее, как принц, но трахай, как откинувшийся зэк Вот так надо любить Женщину Спасибо А вот песня, как любить мужчину Корми его и трахай, пока он не помрет Как же много в мире противоречий, да? Но женщинам тоже непросто, мужики Они сталкиваются с социальными противоречиями В чем я сочувствую женщинам? Так это в сексе Мужики всегда пытаются заняться с ними сексом Всегда Будь то муж после 50 лет брака или 16-летний жеребец Пытающийся закадрить девчонку Мы всегда кого-то уламываем, так ведь? Говорим, давай прогуляемся, поужинаем Теперь ты меня провожай Хочешь подняться? Давай, тебе же понравился поцелуй, да? Зайди, понимаете? И девушка скажет, я хочу, но не хочу, чтобы ты плохо обо мне думал Да я тебе лучше буду думать Зайди И вот она поднялась Вы переспали А на утро, когда она идет к своей машине Как это называется? Путь позора Думали когда-нибудь, насколько это бредово? Общество такое Сделай, давай, сделай, сделай это Плохая Она это сделала Посмотрите на нее Ужасно Глядите на нее Позорище Это же жесть, мужики Если вы любите секса Таких 99% человечества 1% сексуала Чего мне не понять За них говорить не буду Но если вы любите секс Вы не можете стыдить того, кто им занимается Когда видите женщину, идущую к машине в 7 утра на огромных каблуках Отдавайте честь патриотке Потому что она сделала то, что от нее просила страна Никаких путей позора Будем называть это парадом чемпионов Стыдить женщин вообще не вариант Замечали? Не стыдите женщин Они всегда среагируют наоборот Скажете, ты шлюха А она вам шлюха? Я покажу тебе шлюху Не делайте так Поддержите ее Возможно, она только что потеряла 6 косарей Еще одна, коротенькая Дорогое порно Никому не нравится смотреть на яйца сзади Никому этот план не нравится Не понимаю, почему они продолжают так снимать Десятки лет они снимают порно А все как в Дебби покоряет Даллас Яйца тут как тут Все настроение к черту О, как горячо Ну блин, серьезно Яйца Женщины это не любят Мужчины это не любят Никто не любит И лишь какой-то режиссер все еще стоит на своем Надо снять такой ракурс Уверен? Не думаю, что это популярно Да просто на всякий случай снимем Понадобится, смонтируем А нет, выкинем И потом показывают 5 минут одни яйца Расскажи я это брату Он бы ответил, что не так с яйцами Кто-то должен их тереть Не от яйца Шемингу В общем Я написал эту песню Она о порнографии Погодите Каждый раз Когда я смотрю порно В конце Говорят Три слова Они говорят Я Я сейчас кончу Я Я сейчас кончу Кончу Влюблюсь Влюблюсь О да Прямо туда Да Не останавливайся Вот так Не останавливайся О боже Боже Я сейчас Сейчас Влюблюсь В тебя Разве это не сделает порно более глубоким? Просто склейка И спустя два года Они в охотниках за домами А я то думал Куда Мандига и Джинкс пропали? Женщины прекрасны И многое могут вынести Поэтому все их считают сумасшедшими Да, дамы Люди считают вас поехавшими Это правда Но в этом не вы виноваты Я объясню, почему женщины того Все потому, что они многое пережили Ясно? Долгое время жизнь была хреновой Условия были ужасные Ледниковые периоды Нападение медведей Эпидемия оспы Грипп, стирающий с лица земли Миллионы людей Приболел и умер, понимаете? А женщины наиболее уязвимые Члены общества Потому что у них есть дети Они такие У меня ребенок, пожалуйста, выживи А мужик такой Я постараюсь, понимаете? Потому что его работа Приносить домой еду Он должен обеспечить жизнь Семьи И вот мужик съедает ягоду И умирает Или падает с обрыва Мужики часто косячат Или он мог потеряться Такое было нередко Еще до карт и прочего дерьма Гонишься такой за лосем и вдруг Где? Это я И приходилось осесть там Типа, ну похоже, теперь мой дом здесь, в Сибири Как я здесь оказался Так люди и распространились В общем, женщины выработали инстинкты Схожие с паранойей Тогда они были цены, но сейчас жизнь улучшилась Кондиционеры, пенициллин, пенсии, тесты на отцовство Все наладилось Бедняки в Америке ходят с айфоном 4 Понимаете? Жизнь хороша до ужаса Мужчины адаптировались к этому быстрее Мы такие О, пивас, круто И ботинки есть, 25 центов за кружку Дайте 100 Понимаете? Мы сразу довольны А женщины порой выглядят так, будто услышали музыку из мыльной оперы Она просто ни с того ни с сего начинает играть у них в голове Просто Это им жизнь спасала народ Не будь у них этого, мы бы не выжили Какая-то женщина отпугивала медведей И вот мы здесь Но это наступает случайно Вот что сбивает мужчин с толку Этому нет причин Мужчины злятся постоянно, но не просто так Типа Твоя собака Нассала на пол А, у меня аж полотенце есть, нормально И все, причины и следствия Мужчины думают четко, проблема решения минет Так мы думаем У меня есть полотенце, ну что, минет? Минет, да? Минет Женщины нелинейны, они собирают пазл Но сами не знают, что получится, понимаете? В этом и есть ошибка мужчин Они думают, что женщины понимают, что делают Это не так Видели боль в глазах женщины, когда она не понимает, почему злиться? Да не знаю я, сними ботинки Они и сами не понимают Вот вам ссора мужчины и женщины с соответствующим саундтреком, окей? Эй, детка, как день прошел? Как прошел мой день? Ну ты бы знал, если бы хоть раз написал Тяжелый был день, пришлось отработать два лишних часа Потому что Тина сказала, что заболела, но я-то знаю, что у нее похмелье Ты бы знал, что мне грустно, если бы зашел в мой инстаграм, я выложила грустный подсолнух И написала, это я сейчас, хэштег, вот дерьмо Но ты, видимо, смотрел на других Ой, извини, детка, у меня не было вай-фай Давай займемся сексом, ты такая сексуальная, такая горячая, я так тебя хочу Думаешь, я сейчас хочу заниматься сексом? Ты меня вообще слушаешь? Я же сказал, у меня был тяжелый день, с чего мне хотеть секса? Я хочу поговорить, обсудить, как прошел мой день, можно побыть людьми хоть на секунду? Да-да-да, конечно, я просто пошутил Я не хочу секса, с чего бы эта шутка? Я бы никогда, я просто шучу То есть ты не хочешь секса со мной? Почему ты меня не хочешь? Ты пошутил? Для тебя это шутки? Нет, детка, я не шутил, я правда хотел секса То есть ты мне соврал? Соврал, что пошутил по поводу секса? Ха-ха Просто скажи, что сказать, и я скажу Каков правильный ответ? Я что угодно скажу, скажи, что сделать, и я сделаю Малыш, я сделаю что угодно, хочешь кулон с сердечками? Ты этого хочешь? Детка, прости, прости меня, мне так жаль Ты даже не понимаешь, за что извиняешься? Чего тебе жаль? Скажи, за что ты извиняешься? Я извиняюсь за все, милая Я ужасен Знаешь что? Нет, ты долбанутая Ты сошла с ума Ты назвал меня долбанутой? Это я сошла с ума? Ладно, сейчас я позвоню маме и все, и ей расскажу, потому что это словесный абьюз Ты абьюзер, и я скажу ей, как ты меня назвал Хорошо Знаешь почему? Потому что она тоже поехавшая Вы обе поехавшие Почему я кричу? Я же был счастлив, я же только штаны новые купил Только что Я был так рад новым штанам Это все было в Икее Спасибо Мораль этой истории такова Проверяйте инстаграм своей девушки Я постоянно проверяю инстаграм своей девушки Периодически захожу, чтобы убедиться, что ничего не пропустил Женщины в инстаграме очень резко меняют нить повествования Сначала фото педикюра на пляже Потом еда, и вдруг Ганди, понимаете? Вдохновляющая цитата ни с того ни с сего Бац! И ты такой, о, классный пирог, ой, стань изменениями, которые хочешь видеть вокруг Когда моя девушка запостила «стань изменениями, которые хочешь видеть вокруг», я подумал, так, надо начать менять мир, пока она не вернулась И я задумался, что бы я хотел изменить Ничего У меня есть Нетфликс, чипсы Стань изменениями, которые хочешь видеть вокруг Я воспринял это всерьез Какие изменения я хочу видеть? Я уже взял из приюта трех собак Потому что Сар Маклахланд 10 лет меня била под дых Просто эмоционально уничтожала Эй, ты счастлив? Посмотри-ка это, теперь тебе грустно И собаки меняют все Одна собака Они все считают, что секс это интересно И вот ты занимаешься сексом Бенни, один из моих псов, приходил и смотрел И я ему, кыш, Бенни Кыш, отсюда уходи Он смотрел, и я его прогонял Но теперь их трое И это целый зрительный зал Теперь они главные Теперь я занимаюсь сексом, а они смотрят на меня такие Глубже А я им глубже уже некуда Они такие Мы изобрели эту позу У нас она называется просто поза В общем, я стал думать, кому в нашем мире нужна помощь Кто в ней нуждается Но не получает Я считаю, что это люди на дороге Вот где торжествуют людское сумасшествие Знаете, кому нужна помощь? Человеку со включенным поворотником, которого никто не пропускает Это самые грустные люди на свете Вот где настоящая печаль Они включили поворотник И они даже не перестраиваются Их полоса заканчивается Заканчивается через 150 метров И они такие Вот черт, включают поворотник А остальные им Катись к черту Можно мне проехать? Нет Тебе этого места не видать, оно мое И куда же мне деться? К черту Катись к черту То же самое происходит на съездах Иногда попадаешь на полосу Вот чего я не понимаю У всех же такое было Все знают, каково этому человеку Едешь по полосе Видишь, что впереди только съезд Включаешь поворотник Такой Можно я перестроюсь? А тебе хер, тебе езжай в Бейкерсфилд Пошел отсюда Удачи в Бейкерсфилде Говна кусок Ты не заслужил перестроиться Тебе в Бейкерсфилд Почему люди так делают? Потому что они не видят перед собой человека Они видят машину Только машину Даже не думай, машина пошла прочь Но в этой машине сидит человек Я стараюсь перенастроить свой мозг Глядя на поворотник, я вижу не только его, но и бьющееся сердце за ним Вот так И я Останавливаюсь И предлагаю, проезжай Поначалу они даже не верят, это вы мне? А я такой, да, тебе Давай, перестраивайся Люди позади меня бесятся, потому что я нарушил протокол Гудят И я такой Заткнись! Только дернись, тебе конец! Не беспокойся о нем, у него, наверное, обезвоживание Я защищу тебя от этих зверей Теперь мы команда Забирай мое место, ты достоин этого Они смотрят на меня счастливыми глазами Прямо как Бенни смотрел в приюте Я еду домой? Да Они машут мне, говоря «Спасибо» Мне? Спасибо Нет, это вам спасибо Спасибо за возможность почувствовать себя человеком Я-то ехал в Икею смотреть на чужие ссоры Они перестраиваются, и я оказываюсь сзади Смотрю на их машину с гордостью Смотрю с мыслью «Я сделал это» Рано или поздно они съезжают Порываюсь поехать за ними, но потом думаю «Пора вам пойти своей дорогой» И мне это нравится, но есть и оборотная сторона Если кто-то на шоссе пропустил вас, вы должны помахать Потому что если не помашете, я вас прикончу Так вот я за рулем еду за одним парнем И думаю, что будет, если я так и поеду за ним Я никогда так не делал, но фантазирую о том, как прослежу за ним до самого конца Он припаркуется у гаража, а я на улице Выйду из машины такой «Привет, как дела?» Мы знакомы? Не узнаешь меня? 150 километров назад твоя полоса закончилась И никто тебя не пропускал Почему ты не помахал? Вот тут он испугается Во мне 2 метра, я гигант И только что проехал за ним 150 километров Он оправдается Я вас не заметил? Я знаю, что ты меня видел Так, узнаешь меня? И когда ему станет по-настоящему страшно, я дотронусь до его щеки тыльной стороной ладони И он захочет что-то сказать Но я дотронусь до его губ и произнесу Ш-ш-ш Ни слова больше И просто уеду Зачем я дотронусь до губ? Это самое важное Губы – одна из самых чувствительных частей мужского тела Женщины думают, что это член Но это не так Женщины обращаются с ним так, будто мы чувствуем каждую деталь Нет, не чувствуем Мы симулируем, потому что рады, что вы его потрогали Женщины думают, что умеют нечто эдакое И мы делаем, о, но на деле ничего Оближут головку и такие, что мне сделать? Не знаю, давай побыстрее и пожёстче. Женщины так думают о нас, потому что сравнивают наше тело со своим. Вот клитор чувствителен, надо с ним немного поиграться, понимаете? Нельзя брать на храпом, надо поиграть в плохого отца. Сначала пошататься по соседним районам. Пущу ли я тебя на тренировку по футболу, ну не знаю. Но губы — другое дело. Губы у мужчин очень чувствительны. Это просто магия. Трогаешь его губы, и член немного дёргается. Так и есть. Просто трогайте, потому что от губ к члену проходит нерв, так? Ведь член слепой, у него нет глаз. Даже если в тёмной пещере твоих губ коснётся крыло летучей мыши, член такой, мы трахнем эту мышь? Но он не понимает. И ты ему, нет, это же летучая мышь, как скажешь, если что, зови. Так зачем мне заставлять член этого парня дёргаться? Потому что я хочу, чтобы меня запомнили. Ни одно моё слово не засядет в его памяти так, как движение члена, понимаете? Итак, его член дёрнулся, я уезжаю. И теперь я у него в голове. Следующий раз на шоссе, а благодаря собаке Павлова мы знаем об условных рефлексах. Кто-то его пропустит, его член дёрнется, и он вспомнит меня и помашет. Вот как мы становимся изменениями, которые хотим видеть вокруг. Спасибо. Закончим... Закончим кое-чем забавным. Я фанат Coldplay. Считаю их офигенными. Видел их концерт, феноменально. Люблю их песню Yellow. Посмотри на звёзды. Как они светят для тебя. Освещают твой путь. Они такие жёлтые. Люди слушают это, я в том числе, и думают, чёрт, какая же глубокая песня. О любви и о потере. Но по-настоящему я полюбил Криса Мартина, когда увидел его на шоу Говарда Стерна. У него брали часовой интервью, и он сказал то, чего я не слышал ни от одной рок-звезды. А он признал, что в песне Yellow нет смысла. Просто тарабарщина. Стальные яйца, да? Он у Говарда Стерна, и тот спрашивает, «Итак, ваш первый хит, Yellow, о чём эта песня?» Да вообще ни о чём. Это просто цвет, жёлтый. Расскажите мне процесс, как ты её написал? Да просто пытался ребят насмешить. Сказал «жёлтый». Я был в ванной, и вдруг сказал «жёлтый». Всем понравилось. Мне понравилось. Вот и всё. Я серьёзно, народ, абсолютно серьёзно. Это не слово всловно, но смысл верный. Стерн продолжает настаивать. Должно быть, вы писали «а той, кого любите?» Я тогда вообще не был влюблён. Но ведь звёзды жёлтые. Вы поёте «посмотри на звёзды», они такие жёлтые. На самом деле звёзды не жёлтые. На рождественской открытке, может быть, но не в жизни. Так я и понял, что этот чувак крот, и стал слушать больше его музыки. Он выпустил песню «Небо полное звёзд». Ты небо, ты небо, ты небо полное звёзд. А теперь зацените. Приду к тебе, скажу, как мне жаль. Эти песни одинаковые. Ты в небе. Ты небо. Ты небо полное звёзд. А теперь на пару лет назад и ускорим ритм. Готовы? Слёзы текут по твоему лицу. И я. Спасу тебя. Не важно, что это снова та же песня. Это одна и та же песня, поняли? И спасибо. Но я не смеюсь над ним. Это же потрясающе. Этот чувак чумовой пианист. И он принял сознательное решение. Ему сказали, давай напишем новую песню. А он такой, нет, людям нравится это. Вот это уровень. На свете куча песен со словом «жёлтый». Мы все живём в жёлтой субмарине. И все такие, о чём это? Наверное, о наркотиках. Субмарина же. Битлз, кстати, никогда этого не отрицали. Просто сказали, ага, как скажете. Терл Джам. Помните песню «Жёлтый лет беттер»? В этой песне даже нет английских слов. Но Эдди Веддеру порно твердит. Эта песня о хей-хо. Я люблю Эдди Веддера и не высмеиваю его. Но он не сказал, что это тарабарщина. А Крис Мартин сказал. И я верю ему. Верю, что эта песня заставляет людей чувствовать. Так что закончу я сегодня песней, которая заставит вас чувствовать. Ведь я комик. Я смешу людей. И это круто. Я вижу блеск в ваших глазах, у меня вырабатываются эндорфины. Думаю, я зависим от этого. Короче. Вы видел блеск ваших глаз и такой «Эндорфины, посвящу этому всю жизнь». Мне это нравится. Я люблю свою работу. Но я всегда хотел посмотреть в глаза зрителей и увидеть в них чувства. Знаете, любовь. В общем, заканчивать я буду не как комик. А как... Coldplay. Или... Эквивалент Coldplay. Моя собственная группа. Я сыграю вам песню собственного сочинения, которую вы не знаете, но притворитесь, что знаете. Вы должны создать настроение. Понимаете? Я озвучу название, и вы обрадуетесь. Охренеть, моя любимая песня. А потом я сыграю, и посмотрим, что получится. Ладно? Спасибо, что пришли. Следующая песня много чем важна для многих людей. Кстати, там никого нет. Вы когда-нибудь... Когда-нибудь замечали... Замечали, как все эти глубокие парни с кучей чувств смотрят на кого-то невидимого? Эта песня... Много значит для меня и того, кто мне дорог. Называется ДТЧШ. Ты Уолгринс, и твоя девушка такая милая, что ты ведешь ее вглубь магазина, прямо к креслу для измерения давления. Ты берешь ее руку, гладишь и смотришь в глаза, и не успеваешь понять, как ее ладони уже движутся вверх по твоему бедру. Она дрочит тебе через штаны. Уолгринс дрочит тебе через штаны. Уолгринс дрочит тебе через штаны. Уолгринс ДТЧШ. Ладно, было весело, давайте еще раз. Есть пара замечаний. Вы уже поняли, к чему я клоню. Но откройтесь мне, прочувствуйте песню. Вы смеете. И я ценю это, я же комик. Но я хочу, чтобы по вашим лицам текли слезы. Давайте по новой. И еще кое-что, когда я спою, дрочит тебе через штаны, подпевайте Уолгринс. И тогда я буду доволен. Мы сделаем этот момент особенным. Почему мы этим занимаемся? Потому что билеты на колдплей дороже, чем на меня. Так что нам всем это выгодно. Ладно. Следующая песня. Я обещал себе, что не буду возвращаться к ней. Я горжусь новым альбомом, но знаю, что вы хотите ее услышать. И я хочу ее сыграть. Называется ДТЧШ. Спасибо. Ты Уолгринс. У твоей девушек такая милая, что ты ведешь ее вглубь магазина, прямо к креслу для измерения давления. Ты берешь ее руку, гладишь и смотришь в глаза. И не успеваешь понять, как ее ладонь уже движется вверх по твоему бедру. Она дрочит тебе через штаны. Уолгринс дрочит тебе через штаны. Уолгринс дрочит тебе через штаны. Уолгринс. ДТЧШ. Вы осторожны. Сотрудники не заметили, чем вы занимались. Но пора уходить. Ведь им нужно будет помыть полы. Потому что она тебе дрочила через штаны. Уолгринс дрочила тебе через штаны. Уолгринс дрочила через штаны. Волгринс ДТЧШ. Еще раз. Дрочила тебе через штаны. Волгринс дрочила тебе через штаны. Волгринс дрочила через штаны. Волгринс. И все вокруг... Такое желтое. Спасибо, народ. Я Оуэн Бенджамин. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, ребята. Люблю тебя. Спокойной ночи. Люблю вас. Мир вам. ДТЧШ.